Сегодняшнее утро, первого сентября, началось, как обычно, коротеньким бодрым скандалом с Муркой. Мура, а почему ты идёшь в школу без портфеля? Поинтересовалась я. Поинтересовалась осторожно, потому что с подростками нужно обращаться очень тактично. А вдруг Мура подумает, что это покушение на её личную жизнь? Роман тоже сегодня провожает свою дочку в школу. Нисколько не страдаю из-за того, что вчера он не пожелал мне спокойной ночи. А сегодня доброго утра, впервые за два месяца и двадцать три дня. Глупо расстраиваться, что он сейчас стоит с цветами на школьном дворе рядом с женой. Первое сентября. День семьи. Может быть, я не слышала звонка? Проверю мобильный. Никто не звонил. Мобильные телефоны — очень плохое изобретение, подрывающее психологическое здоровье нации. Раньше всегда можно было сидеть у подруги и быть совершенно уверенной, что тебе в это время обрывают телефон. А потом позвонить самой и небрежным голосом сказать, что, мол, мне передали, что ты звонил. Ах, это не ты. Ну, меня всё равно не было дома. Летом у всех каникулы, и у взрослых тоже. А первого сентября начинается настоящая жизнь. И одеваться нужно по-другому. Вместо коротеньких брючек и детской футболки из манго пришлось натянуть на себя бежевый костюм. В этом костюме я похожа на собственную бабушку. Откуда он у меня? Купила в состоянии глубокого умопомрачения по поводу осознания себя женщиной за 30? Единственное, что меня утешает, это новые ботинки с длинными пустыми носами. Как у старика Хаттабыча. Раньше считалась красивой маленькая ножка. А в этих супермодных ботинках мой 35-й размер смотрится как 43-й. И вроде бы это модно, а значит, красиво. Странная мода. Но что же делать, если мы с Мурой две модные продвинутые девушки? Мура уставилась на меня с неприятным прищуром. Ты в этих ботинках как молоденький панк. Я довольно приосанилась. Или старенький рэпер. Чёрт, противная Мурка. Ну ладно, я ей тоже покажу. Будет знать, как называть меня стареньким рэпером. Мура, где твой портфель? Лев Евгеньевич ночью стырил из холодильника колбасу. На ябедничала Мура. А Савва Игнатьич сейчас разделывает рыбу под твоей кроватью. Всё ясно. Намекает, что по сравнению с животными, она, Мура, ведёт себя очень прилично. Чтобы отвлечь моё материнское внимание от своей особы без портфеля, Мура специальным сердитым голосом закричала Льву Евгеньевичу. Ворюга, кто стырил колбасу, я тебя спрашиваю. Ты, ты, ты мне больше не собака. Лев Евгеньевич в ответ протянул лапу, скромно и ненавязчиво, очень интеллигентно с его стороны не обращать внимания на крик собеседника. О какой, мол, колбасе идёт речь? Колбаса — это пустяки, дело житейское. Мурка, где портфель? Вот. И Мура показала на крошечную с ладонь сумочку, похожую на косметичку. «А где же у тебя учебники или хотя бы тетради? Кто учится в десятом классе, ты или я?» Мура вытащила из косметички крошечный блокнотик. «Это для всех предметов сразу? Ты...» Я даже не знала, что сказать. «Ты...» «Тебе хотелось бы, чтобы я была отличницей», — подсказала Мура. Облегчённо киваю. «Да, именно это я и собиралась сказать. Но тогда у меня будет морда чайником». Недоуменно спросила, «Почему чайником?» «У всех отличниц морда чайником», — убеждённо ответила Мурка. Я тщательно рассмотрела себя в зеркале в прихожей. Вроде бы не чайником, хотя я всегда всюду отличница. Правда, зеркало старинное. Говорят, что эти старинные зеркала очень приукрашивают. Только я собралась быстренько убить Мурку, как вспомнила, что лекция начинается не в десять, как я привыкла, а в девять. Очень подло со стороны деканата первого сентября ставить мне лекцию с раннего утра, когда я и так грущу по поводу начала учебного года. Хлопнула дверь. Решила, убью Муру вечером. «Где мои лекции?» В ящике письменного стола нашла лифчик Вандербра, который потеряла навсегда в прошлом году. Лекций нет. Примерила этот чудный лифчик, который мгновенно превращает маленькую грудь «Б» в приличную «Ц» или даже пышную «Д». «А, вот они, мои лекции. С прошлого учебного года ждут меня тихонечко в мешке с неглаженным бельём». Зазвонил телефон. «Мама». Голос озабоченный, как всегда, с утра. «Холодно. Пятнадцать градусов и ветер. Обе наденьте колготки». «Мы уже в колготках и в рейтузах, и в валенках. Вот только никак не могу найти свою ушанку. Пока. Целую». «Нет, не пока. Я сказала надеть колготки». Искала колготки. И в суете чуть не забыла накормить льва Евгеньевича и Савву Игнатича. Хорошо, что Савва Игнатич не даёт себе пропасть. Деловито скребёт когтями пол и мяукает так, как будто его не кормили целый год. А ведь только вчера завтракал. Так, в большую миску насыпать большие шарики, в маленькую — маленькие колечки. Чёрт, перепутала. «Ладно, сами разберутся, кому что. Другие в худших условиях живут, и ничего». На дверной ручке обнаружила записку. «Мамочка, вообще нюх потеряла. Взяла мой крем, и ещё говоришь, что это я его у тебя украла. А мне его папа специально привёз. И кто спёр мои духи? За человека меня уже никто не считает. Забрала все мои ушные палочки. Съела ты их, что ли? Ну ты даёшь. Только успевай следить. Твоя верная дочь Мура». На первом этаже столкнулась с Петюней. «Господи, как же от него пахнет! Как будто это не Петюня, а бочок скисшего вина. Ещё пихает меня своим помойным ведром. Так бы и дала ему. Но всё-таки решила, пусть живёт. Каждый имеет право пахнуть, как хочет». Петюня неожиданно замер на пороге и крепко прихватил меня за локоть, обдав жутким запахом. «Прилично ли будет помахать рукой перед носом? Боюсь, что нет». «Ох, них себе!» Выдохнул Петюня, обводя глазами двор. «Я, блин, две недели из дома не выходил. Занят был. А тут, блин, вообще такое!» «И правда, за те две недели, что Петюня был занят, в нашем дворе словно из-под земли возникла европейская роскошь. Двор замостили плиткой, подъезды украсили чугунными козырьками и решётками, а на месте помойного бака возвели фонтанчик. Только он не брызгается». «Выселять нас будут!» Убеждённо пробормотал Петюня. «И тебя выселят. Бандюганы, видать, выехали. Новые русские. А помойка-то теперь где? Или прямо новым русским фонтан сыпать?» Я махнула рукой в сторону соседнего двора и Петюня заковылял туда со своим ведром. Приятно дышать свежим воздухом, а не Петюней. Я издалека улыбнулась своей машине размером с небольшой автобус, радуясь, что Денис такой забывчивый. На вид его мой лэндровер — настоящий джип. Не хуже, чем у людей. У него даже есть страшный металлический кенгурятник, похожий на оскаленные зубы вампира. На самом деле лэндроверу лет 200. И он возродился к новой жизни в руках русских умельцев-эмигрантов в левом гараже в Германии. А мне невероятно повезло, потому что... Первое. Денис пригнал этого никудышного старикана в Питер. Второе. Пытался продать его сначала за 9 тысяч долларов, постепенно сбавляя цену до трех, а потом вдруг обиделся и начал заново продавать за 12. Третье. Вообще не смог продать старикана, и года три назад временно забыл его у меня навсегда. Теперь, когда Денис разбогател и заважничал, зубастый старикан ему без надобности, поэтому лэндровер так и остался со мной. Он еще очень хорош собой, несмотря на то, что у него отваливается водительская дверь, а ручка переключения передач примотана к моему сиденью изолентой. Но другие водители не знают, что это джип-муляж, и, уступая мне дорогу, обзывают меня новой русской на танке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!